Ну вот, наконец-то ты, мой дорогой зритель. Теперь мы можем начинать. Меня зовут Amway921. Сегодня мы посмотрим интересный бой, сказочный бой на танке ИС-7. Хочу сказать, что сам бой будет так себе, в нем нет ничего такого сверхъестественного, но там есть один очень важный момент. А это именно то, что там произошло чудо. Рандомные олени сплотились, и я их всех в кучу собрал, и мы сделали очень хороший раш на карте Прохоровка в режиме штурма. То есть мы были атакующими. И это, я вам скажу, мне просто поразило, и я думаю, что это должно стать достоянием общественности. Такие там классные рандомные ребята при очень низкой стате. Вот такие вот интересные дела. И мы будем ездить на танке ИС-7. Это танк советский 10 уровня. Он является венцом творения советской танковой школы. Очень мне нравится этот танк. Если вы на нем играть умеете, то можно очень хорошо на нем уворачиваться от вражеских выстрелов. Но и у него есть очень уязвимые места, а это именно вот эта полоса под бортом между гусеницами пробивается очень хорошо туда. И из бронебойных кушек хорошо пробивается в область фар, пробивается в нижний бронелист. И все, ребята. Ну, про корму я тут уж не говорю. А в остальном прекрасная маркиза этим танком можно отшибать как теннисной ракеткой снаряды. Ну, об этом мы поговорим в другой раз. А сейчас давайте посмотрим тот самый интересный бой. А бой, ребята, в чем интересен? Ну, во-первых, это карта Прохоровка. Режим штурм. И смотрите, что я пишу в чат. Ребята, давайте все разом перевалимся через нижний переезд. Казалось бы, что вообще в этой надписи сокровенного есть люди, которые послушались и проникли с этой темой. Вы понимаете, в чем дело? То есть, еще раз. Сейчас пока я еду, я еще первым приеду, потому что у меня очень динамичный танк, который быстро набирает скорость с горы. И у него хорошая максимальная скорость. В общем, вот здесь вот я жду тех, которые пошли за нами. Короче, смысл в чем, ребята? Все игры в рандоме это игра 15 на 15. И если бы эти 15 были командой, то мы бы не снимали подобных видео. Это были бы ротные бои. Но здесь каждый сам за себя. Тут каждый играет исключительно только лишь для того, чтобы получить удовольствие. Очень мало попадается игроков, которые понимают, что нужно сделать для победы. Делают это, тащат бои. У них статистика высокая, вы их все и так знаете. Основная масса это игроки, которые нажимают на кнопочку и нажимают на мышку. В общем, что мы тут делаем? Мы перевалились. Я принял на себя основные выстрелы врага. И наши... Ну, не все там, конечно, двинулись с переезда. Мыша там осталась, она будет нахватывать. Но смысл-то, ребята, какой? Вот я тут забрался на горку. Сейчас еще будет дополнительная психологическая атака на врага, что я у них тут на базе уже. Смысл этого всего замеса состоит в том, что очень просто позвать всех с собой, но кто бы еще послушал. А здесь нашлось несколько танкистов, которые реально за мной поехали. И вот вы наблюдаете по миникарте, что вообще происходит. То есть, понимаете, в чем дело? Если... Ну, вот я смотрю на миникарту, вижу, как стоят танки, и я могу сказать, победим мы или не победим. Вот я сейчас смотрю и говорю, мы победим. Ну, мало того, что мы превосходим численности, это все понятно. Но даже иногда и это не помогало, потому что, смотрите, две СТ-шки гоняют всю нашу арту. Хотя арта очень много настреляла в этом бою, она вообще молодец. Наши тяжи, которые не поехали за мной, ну, и хорошо, что они все за мной поехали. Было бы некрасиво вовсе. Но они стоят, как по сценарию, высовывают нос, в кого-нибудь выстрелят, получат в кого-нибудь и прячутся. Там они все стоят. А... Так, подождите, я пока прервусь. Свои рассуждения я тут заметил ГВТ. Она тоже меня заметила, промазала. И, в общем, ну что вы думаете, ну тратить снаряд на добивание? Не-е-е, что вы... О чем можно быть речь? Конечно, тараном. Только тараном. Тараном, тараном. Да? Да, тараном. И продолжаю свою мысль. То есть, я заехал с другой стороны, и мрак весь повернулся на меня. Это значит, что всем остальным дорога получается, как я открыл двери изнутри, да, у крепости. И это очень здорово. То есть, ну вот сейчас бой будет закончен, семерку мы тут закусаем все вместе. То есть, понимаете, в чем дело? Если вы играете один в рандоме, и вы думаете, да, что от меня зависит, да, я всего лишь один из 15 игроков. Так я вам скажу, что если вы знаете, что нужно сделать, то вы на всякий случай напишите об этом в чат. Ну вдруг кто-нибудь послушает, поедет туда, куда вы скажете. Вдруг кто-то на ваш призыв к атаке действительно в атаку в этом поедет. И вдруг вы будете командой. Понимаете, в чем дело? Это не исключено. Даже с самыми игроками с низкой статистикой, если у вас там стоит какой-нибудь мод, определяющий класс игрока, это все равно будет круто. И вот именно про это, этот посредственный бой, ну с точки зрения движения моего танка, там выстрелки, вообще нет ничего такого особенного. Но момент в том, что я не постеснялся позвать за собой людей, то что я их подождал потом на переезде, то что мы все вместе через него переехали, в этом был залог победы в этом конкретном бою. Я надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!